Дружному настрою на работу жители Кировского района в минувшую субботу можно было только позавидовать. Сквер на Ташкентской, что через дорогу от областной больницы имени Середавина убрали за несколько часов. Инвентарь предоставила местная администрация. От жителей понадобилось только боевое расположение духа. Не остались в стороне и депутаты. С отличным настроением. Выехал из дома, начал моросить дождик, маленько расстроился. Но приехав сюда, дождь прекратился. Сейчас работаем, поэтому, я думаю, все будет отлично. И к обеду территория, по крайней мере, от того, что есть, от мусора внешнего, будет убрана. Лесопосадка на 18-м километре Московского шоссе. Кусочек живой природы в черте города. Местные жители, хоть и гордятся соседством с Дубовой рощей, все же негодуют. Территория облагорожена не целиком. Рустам Муртазин живет в этом районе не первый год и старается не оставаться в стороне от весенних уборок двора. Уверен, чисто не там, где ждут дворника, а там, где дружные соседи. Мы все живем в обществе, поэтому надо принимать участие в жизни этого общества. А если будем каждый сам за себя, ну, будет грязно, некрасиво. И будем говорить, что, о, как в Европе чисто красиво, а у нас. Работают и администрации, и активные жители, и школьники, и волонтеры. Таши депутаты присоединились, я очень благодарен. Я надеюсь, что жители из окон видят эту работу и, в первую очередь, надеюсь, что у людей в сознании что-то изменится и около дома, ну, просто перестанут мусорить. Это уже будет серьезный результат этого субботника. Обе территории, и сквер на Ташкентской, и рощи на 18-м километре, вошли в список городских пространств, которые могут быть реконструированы и облагорожены благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Все, что нужно самарцам, это отдать свой голос за тот объект, который он считает самым достойным. Голосование уже стартовало на сайте 63.городсреда.ру. Присоединяйтесь. Гульфия Сафина, Максим Гусев. События.